теперь на наших машинах только одна админская учетка одна пользовательская и одна для взаимодействия с сетью в процессе работы вам нужно будет где-то подключаться к пользователю удаленно или приходить там подходить к его компьютеру физически и выполнять определенные настройки которые может делать только пользователь с админскими правами причем это крайне важно если вы хотите чтобы пользователь не натворил в системе такого чтобы потом проще было все снести и поставить заново то не надо ему давать права админу да и вообще в любом случае никогда не стоит этого делать только лишь за крайним исключением допустим вы точно уверены что человек знает что делает и сам несет ответственность за свои действия к примеру в одной компании у меня у пользователей есть ноутбуки которые они постоянно носят собой используют как для рабочих так и для домашних целей так вот я им не стал ограничивать права так как понятное дело кто-то хочет игрушку установить программку там свою и так далее в принципе там все сотрудники более-менее квалифицированы поэтому проблем как-то не было при необходимости даже сами могут у себя систему переустановить но в этом случае если бы я увидел что идет много заявок из-за их косяков я бы у них все права обрезал и разрешил делать только то что мне нужно если вопрос стационарных рабочих компьютеров то тут однозначно нужно лишать прав пользователей в процессе устранения каких-то сбоев выполнения настройки под учетной записью пользователя нам необходимо получать доступ к части функции которые имеет только администратор что же делать каждый раз переключаться между пользователями тоже неудобно именно для решения подобного вопроса была разработана такая штука контроль учетных записей и она работает в системах начиная с семерки хотя скорее всего еще и на вести она тоже была но так как я ей не особо пользовался да и вообще она не прижилась среди пользователей то говорю про те системы с которыми вы скорее всего будете сталкиваться давайте посмотрим что это такое переходим в панель управления учетные записи пользователей изменить параметры контроля учетных записи как вы видите напротив некоторых пунктов есть вот такие вот значки счета что это такое а это говорит о том что эти настройки может выполнять только пользователь с правами администратора и нажимая на него у нас появляется окно с необходимостью указать учетные данные пользователя который имеет административные права вводим пароль админа и можем делать настройки которые нам нужно и собственно все отлично когда я говорил вам про то что следует использовать оригинальные сборки это было неспроста ко мне довольно часто обращаются студенты со следующей проблемой но когда я нажимаю на настройку где должен появиться запрос на повышение прав то у меня ничего не происходит а выполнив какие-либо действия говорит что пользователь недостаточно прав это бывает по той причине что в сборках отключена вот эта вот система контроля учетных записей так как специалисты которые делают сборки считают это ненужным функционалом да в домашних условиях возможно это и так так как у вас один пользователь который имеет административные права а значит и нет необходимости использовать службу для повышения прав пользователя однако в офисной сети эта функция крайне важна для системного администратора иначе он просто не сможет под пользователем выполнять административные задачи так что если система ведет себя каким-то подобным неадекватным образом сразу смотрите что там в настройках контроля учетных записей как видите здесь у меня настроены параметры по умолчанию если мы выбираем самый нижний пункт отключена никогда не уведомлять в следующих случаях когда приложение пытается установить программное обеспечение изменение параметров пользователя вот когда у нас эта функция отключена ну а первых он просто так нам не дает под пользователем сделать это он говорит что необходимо обязательно залогиниться под админом чтобы эту штуку указать и здесь я совершенно согласен то есть чтобы случайно там кто-то как-то не сделал осознанно нужно зайти именно под админом всю эту функцию сделать вот как раз в некоторых сборках она отключена вот в такое положение и когда вам необходимо запросить повышение прав вот это вот окна у вас не появляется у вас просто как будто что-то моргнуло и все ничего не происходит либо вы заходите в панель управления компьютером создаете пользователя или там что-то делать и он выдает ошибку вас нет прав хотя как бы а где запрос там на повышение прав и так далее как-то так кстати вы заметили еще одну уязвимость которую нас только что промелькнуло давайте еще раз попробуем запустить настройку с повышением прав админа и увидим что он нам сразу подставляет имя локального администратора и нам требуется только ввести пароль а значит любой пользователь может узнать ими учетки с админскими правами поэтому давайте попробуем исправить данную ситуацию жмем windows r выполнить и командную строку точнее не команду и строку а редактор групповой политики gp edit или grow policy edit у вас нет разрешения на выполнение этой операции отказано в доступе но вот здесь вот через команду выполнить у нас не запрашивается вот это окно повышение прав до админских как мы можем поступить в данной ситуации я как правило делаю следующим образом мне нужно найти экзешник переходим windows папочка систем 32 где собственно находится но проще всего любые подобные утилиты запускать через командную строку но командную строку мы сейчас тоже будем запускать он будет говорить что у вас недостаточно прав но либо какие-то команды из под командной строки будем запускать и также будет выдаваться такое же сообщение потому что и командную строку мы тоже запустили не под админскими правами я вот делаю так переходим windows system 32 чтобы здесь не рыться просто в поиске сделаем cmd быстренько найдем где у нас находится так вот мы cmd и здесь уже нажав правой кнопкой у нас есть такой пункт как запустить от имени администратора щелкаем и у нас запускается контроль учетных записей с целью повышения прав и здесь уже можем запустить редактор групповой политики отлично далее конфигурация компьютера административные шаблоны компоненты windows пользовательский интерфейс учетных данных вот отображать учетные записи администратора при повышении уровня прав эту настройку давайте включим так точнее что у нас отображать значит отключено не отображать кей и еще раз давайте попробуем выполнить данную процедуру все теперь у нас запрашивает ввести нужно и имя пользователя имеющие админские права а также его пароль а значит эту проблему мы тоже решили если вам необходимо запустить какое-то определенное приложение у вас не появляется данного уведомления но это кстати возможно для каких-то нестандартных программ нестандартных установщиков что повышение прав нужно но она не запрашивается при установке также берете там установочный этот файл правой кнопкой запустить от имени администратора и вводите все необходимые данные вот эта функция крайне облегчает настройку выполнение каких-то административных настроек непосредственно под учетной записью пользователя почему это порой удобнее делать именно так ну во первых нам не нужно перри логиниваться залогиниться под админа выполнить какие-то настройки потом обратно там под пользователем чтобы посмотреть как они применились этого первых во вторых некоторые настройки порой нужно делать но непосредственно под пользователем так как они но определенным образом у него прописываются именно в системе в его профиле где-то какая-то настройка и чтобы визуально сразу видеть где и как что происходит желательно именно прям находясь в его профиле выполнять эти настройки и команда запуск от имени администратора это позволяет в частности контроль учетных записей и